41 мигрант был спасён после недавней трагедии в Средиземном море. Об этом в среду сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным агентства, на прошлой неделе нелегальные перевозчики отправили из Ливии лодку приблизительно с двумя стами мигрантами. Через несколько часов пути они попытались пересадить людей в большее судно, тоже переполненное. Когда общий вес пассажиров достиг критической массы, оно пошло ко дну. Обе лодки следовали к берегам Италии. Как предполагается, утонуть в кораблекрушении могло до 500 беженцев. Несколько десятков человек спаслись только благодаря тому, что не успели пересесть в большое судно. Позже их подобрал грузовой корабль и доставил в греческий порт. Среди выживших 37 мужчин, три женщины и один ребёнок в возрасте трёх лет. Это граждане Сомали, Эфиопии, Египта и Судана. «Грузовое судно, плывшее под флагом Филиппин, обнаружило лодку с нелегальными мигрантами в 95 морских милях к юго-западу от Пилоса. После этого прошла спасательная операция. Потом было решено, что 180-метровое грузовое судно отправится в греческий порт Каламата. Затем были задействованы береговая охрана и местные власти». Если число жертв подтвердится, то это крушение лодки с мигрантами станет самым смертоносным за последние 12 месяцев. А общее число беженцев, погибших в море в этом году, достигнет 800 человек. Власти Сомали сообщили, что в крушении могло погибнуть около 200 сомалийцев. Также они отметили, что утонувшее судно, скорее всего, отправилось в опасное путешествие из Египта. Берегов Италии в 2015 году достигло около 150 тысяч мигрантов. В основном лодки отправлялись из Ливии. В этом году прибыло около 25 тысяч человек. Это почти на 5% больше, чем за такой же период годом ранее.